Тихинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, где на этой неделе открылась выставка, в основу которой вошли куклаки, то есть кукла-мужчина. И кукла-мужчина появилась очень поздно. Вначале кукол, изображающих мужчин, вообще не было. Но девочкам надо играть, выиграть свадьбу, еще сватовство и так далее, где обязательно должны присутствовать мужчины. Как же выходили из этого положения? Очень просто. Брали палеток, и палеток, ничем не украшенной, изображала мужчину. Самая большая кукла, представленная на выставке, это кукла-заместитель. Когда мужчина выходил из дому на долгое время, ее сажали в красный угол и ухаживали за ней. Было принято считать, что вся забота, которую проявляют домочадцы, передается отсутствующему. Ольга Дмитриевна Елопединская – постоянный участник выставок музея. Рассказала о том, что раньше куклы существовали не только в качестве любимых игрушек, но и выполняли магические функции. Мы просто не устаем удивляться и восхищаться ее трудолюбием, изобретательностью, ее просто невероятным талантом. Русская кукла занимает особое место в культуре нашего народа, история которого уходит своими корнями в глубокую древность, а искусство ее создания живет до сих пор.